Вырос я в деревне, и поэтому меня взрастила Украина. Впалы росы на покосы, засветылися навколо. Там девчак ходило босы, нижнюю нишку прокололо. Чертовски приятно. Выхожу на сцену, и у меня шквал о вас. Я еще не пою. Даешь, молодежь? Ну это сумасбросство. Ну что такое? Памятник Пушкина. Снимать памятник Пушкина. Памятник Жукову. Ну что это? Я уже не говорю за Мадонну. Этой Мадонне уже 35 лет, если не 36. Александра Григорьевича я знаю 25 лет. Очень уважаю его. Уважаю за то, что он настоящий. А когда еще люди приходят, ну надо еще немножко работать. Я в эйфории блеска глаз, лечу высоко. А оставляя микрофон, я одинокий. Здравствуйте. В эфире программа «Скажи, не молчи». С вами Виктория Попова и Татьяна Щербина. И мы снова в Москве, на уютной площадке территории делового и культурного комплекса посольства Беларуси в Российской Федерации. И наш сегодняшний гость – народный артист России Александр Серов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Рады вас приветствовать на территории белорусского посольства. Мы в Москве, но все-таки это еще Беларусь. Благодарю вас. Мне приятно, что сегодня я нахожусь на территории белорусского посольства. Наверное, мне это приятно почувствовать, потому что Беларусь я знаю уже полувека, скажем так, когда я впервые приехал в Минск. Поэтому мне дорого то, что я знаю о республике, что достаточно большое количество друзей. Как вы объясняете популярность десятилетиями ваших хитов? Вы же сами должны об этом думать. Вот почему время держит эти песни? Все в жизни решает его величество случай. А именно, это касается песни. Вот записал какую-то песню, которая легла на уши зрителю, записал ее, так сказать, ну, удачно, как мы говорим. И она полетела в народ. И где-то там проходит год, два, три, она живет. Десять она живет. Двадцать она тоже живет. И тридцать она живет. И тридцать пять. Это, я имею в виду, уже Мадонну, которая написана с Игорем в восемьдесят восьмом году. Мадонна, как прекрасен этот сон. Вы представляете, как получается, что вот именно ощущение того, что песня без претензий была, но стала такой претензиозной, что нету слов. Она сегодня на концертах до сих пор проходит, ну, если честно, с большим успехом. А композитор Игорь Яковлевич Крутой однажды заявил, что после встречи с вами для него кино из черно-белого стало цветным. А для вас? Ну, вероятно, он имел в виду, что действительно как-то его мечты просто как композитора сбылись на тот счет, что появился у нас шлягер. И вот все то, что было, как мы говорим, было серое, темное, невзрачное, вдруг превратилось в эйфорию такого феерического состояния и его души, ну, если он от себя говорит. Ну, и, естественно, я тоже был счастлив от того, что у нас получилось это сделать, и вот черно-белое кино стало цветным. Может быть, так характеризовать, потому что, собственно говоря, тут ничего и не добавить, что кто был никем, тот станет всем. Была такая революционная фраза. По музыке это также такой же успех у композитора, если у него получилась песня. Что ему еще надо? Он, конечно, безумно счастлив, потому что любого композитора возьмите, каждый из них, конечно, радуется, когда песне пришел в успех, и исполнитель сделал все, что создумал он, композитор. Тысячи молодых людей в городе Николаев, там, где вы встретились как раз-таки с композитором крутым, мечтали о популярности. Но судьба дала вам шанс. Почему? Не только нам. Там были еще два человека. Это был Ким Брейдбург, композитор, серьезный такой человек, с которым мы знакомы уже тоже достаточно много. Даже больше, чем с Игорем, полвека. Вот. И Валерий Меладзе. Ну, благодаря, конечно, Константину, его брату, который написал песни. Но, тем не менее, его манера, его пение, то, что оставили след в народе. Что касается нас с Игорем, почему мы рванули из Николаева, скажем так, поехали не то, что там побеждать, а просто поехали в Москву, потому что нас очень так, грубо говоря, пинали, просто скажу. В Николаевской филармонии, где мы работали, никак не получалось, так сказать, решить вопросы по ставкам. Мы получали, сколько там, где-то 10 рублей. Где-то у нас выходило в месяц 90 рублей. То надо было ездить на гастроли. Но это была молодость. Все же понимали, все рвались куда-то для того, чтобы попытаться утвердиться, высказать свою точку зрения, попытаться сделать все для того, чтобы тебя заметили. Но претензий у нас не было на то, что мы приедем в Москву и станем победителем. Нет, это уже дело случая. Но вы, вспоминая тот период, вы тогда много и сильно работали, либо все давалось легко и играючи? Как вам сказать? Ну, как легко? Мне было 37 лет, когда я стал известным. Вот и подумайте. Легко или нет? Да, вот я из 20 лет, вы представляете, 17 лет был в поиске. Я был, и Игорь был в поиске тоже. Потому что он, естественно, так сказать, как композитор понимал, что прорваться очень сложно. И я слышал его песни, которые он записал тогда, был у меня дома, посидел, поиграл на фоно. И записал такие песни, которые, я бы хочу сказать, смело были достойны членов Союза композиторов. Там был уровень не хуже, чем у Хренникова. Конечно, Хренников – великий классик. Я не хочу Игоря сравнивать с ним по классике. Но по эстрадной песне могу смело сказать. У Игоря была прекрасная гармония, однотерцовые модуляции. У него, вот, это надо, конечно, слышать. Мы эти песни просто оставили, когда уже нырнули в Москву, уже пошло все по-другому как-то, другой формат. Но тогда были те песни, которые отвечали времени, советскому времени. Типа композиторов, типа Хренникова. А он не достал их потом, вот когда уже пришел успех? Крутой эти песни. Эти песни? Нет. Нет? В том-то и дело, что мы тоже посидели, так он говорит, может быть, как-то что-то одну из каких-то взять. Была там одна песня про птицу. Там четверостища была такая. Друзья, послушайте меня. Не спится мне, не спится. Сегодня на исходе дня в саду упала птица. Не пейте больше никогда и не мечтать о чуде. Случилась страшная вида. Снимите шапки, люди. Это баллада. Стихи такие сильные. Баллада сильная. Игорь написал музыку и очень классно. Жаль, что мы их не слышим. Да. И вам завидим. Да. Конечно, можно ее поднять. Но сейчас вот такой вот хаос на эстраде все. И уже возраст вроде не тот. Ну как-то мы оставили. Хотя слова актуальны. И тема тоже. Слова сильные. Там дальше еще лучше. Ну не знаю. Может, даст Бог, мы ее все-таки домучим. Если хватит сил. Потому что интерес будет. Там колоссальная гармония. Он написал потрясающе. Там через каждые четыре такта модуляции. Ну очень фирменно сделал. Ну просто молодец. Мы еще, если позволите, немного поныряем в прошлое. Вот были такие периоды, когда у вас все хорошо. Вы на центральном телевидении. А потом резко вас отлучают от них. С чем это было связано? Потом снова возвращаются. Да слово отлучают. Это неправильно, что меня отлучали. Я сам отлучился. В том смысле, что как-то поднадоело. Ну смотрите. 88-й, 89-й, 90-й, 91-й, 92-й, 93-й. Это пик популярности. Ну у многих артистов так бывает. У меня было пять лет. Это были залы. Дворцы спорта 10-тысячные. И даже стадионы там по 20-25 тысяч. Вот такие были гастроли. Просто подустал. Тем более я светился по телевизору. И там было много. У меня и все там по работе было нормально. А потом, да, я немного подустал. И как-то сделал такую паузу. Не то, что я мог бы, конечно, пойти и сказать. Давайте там с ними то-то, то-то, то-то. Но в бой не рвался. И поэтому так и осталось, что на фоне этих вот лет я без претензии на то, чтобы, так сказать, свою персону выпячивать. Наоборот, я немножко опустил и сам опустился, чтобы, может быть, переварить все, что сделано. Может еще, ну я хочу сказать еще одну фразу, что, скорее всего, пошла такая легкая депрессия из-за личной жизни. А были ли периоды в вашей жизни, когда творчество уходило на второй план? Вы полностью там отдавали себя, скажем, бизнесу? Или все-таки брали в руки микрофон, саксофон? Слово бизнес вы сказали. Я бизнесменом так и не стал. Потому что вот как-то получилось, что я вышел на сцену и занялся просто конкретной своей профессией, которая у меня получалась. Как-то не рвался, как многие мои знакомые, многие артисты пытались где-то еще что-то заработать. А я как-то вот от этого отвернулся, не стал напрягать никого, чтобы, так сказать, при моих связях, конечно, могли бы мне помочь там. Одним словом, бизнес у меня остался в стороне. Только концерты, только сцена. Пока больше ничего. Собственно говоря, по сей день так же осталось. Перед встречей мы пролистали ваш инстаграм. Видим, что концерты продолжаются. Вы выступаете довольно часто. И залы собираете. В чем находите мотивацию? Ну, можно сказать, как это говорят, второе дыхание, да? Есть чувствование. Второе дыхание, что, так сказать, ну, а что, вот я вам пример приведу, Лева Лещенко, пожалуйста. Человеку 80 лет. Он выходит на сцену, ну, просто ничего не меняется. Такое ощущение, что ему не 80, а 60. И прекрасно поет. И прекрасный бэк-вокалист. Что нас примет с любовью и нежностью. Наш апристо родительский дом. Да-да-да, и вокалистки с ним работают. В общем, ну, вообще-то, ну, просто образец всех местных взят на эстраде. Человек номер один, который пронес это красное знамя больше, чем полвека. Бывает, что полвека, а он уже, наверное, лет 60 это все несет с 20 лет. Поэтому вот и ответ вам на то, что какая мотивация. Ну, вот есть силы. Если ты востребован. Если ты приходишь, и там уже никого нет в зале, то уже, конечно, уже интерес пропадает. А когда еще люди приходят, ну, надо еще немножко работать. Хотя я не раздвигаю локтями свою работу, типа, мои выступления, чтобы у них было больше, больше, больше. Я, наоборот, где-то стараюсь смягчать. Ну, я не знаю, ну, последний год просто не знаю, что происходит. Чертовски приятно. Выхожу на сцену, и у меня шквал оваций. Я еще не пою. Понимаете? Я говорю, честное слово. Выходишь, и просто ор стоит, и аплодисменты где-то минуту. Я не могу заговорить. Вот это меня очень удивляет. И моих вот ребят, которые мои помощники, они дадут соврать. Я иногда двигаю плечом, да что такое? Раньше у меня не было такого. Я выходил просто. Так, может, это связано с сериалом? Слово пацана и новый виток популярности вашей песни. Минуточку, минуточку. Это было до слова пацана. Да. Пацан-то вышел когда? Сколько? Три месяца или где-то так, так он засветился. А все было до того, честно говорю. А потом, естественно, так сказать, то же самое осталось. Но, может быть, чуть активнее. И тем более, когда я пою эту песню в концерте, там уже народ уже с фонариками, со всеми делами, так сказать, окунается в эту атмосферу. Потому что песню Игорь написал очень сильную. И Саша Косарев, режиссер Мосфильма, написал стихи. Это Саша Александр Косарев, его уже нет. Это наш друг с Игорем был, потрясающий режиссер. Он снял фильм «Сувенир для прокурора». Если вы посмотрите, я там играю, не пойми кого. Сами себя, это камео. На автопилоте меня Саша взял туда. Из большой любви, я так полагаю. Да, и он написал же, там Игорь написал песни, а он написал стихи. И вот это такое совпадение, что вот кто знал, что 30 лет, фильм вышел в 90-м году. Это представляется, как 33 года прошло, когда эта песня дошла до молодежи. Причем я ее пел в концертах, пел, 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 ну проходила она там хорошо. И вдруг такой эффект. С чего вдруг? А может, ночь не дарит, и все сначала дарит, нам все сначала поздарит, о, как не вы. А может, сло все начать, я не хочу тебя терять, я не могу тебя терять, о, как не вы. Выросли дети тех подростков, которые восхищались этой песней тогда. Чуть ли не дети детей. Ну и, короче говоря, понимаете, надо быть честным. Этот парень ее раскрутил, получается. Если бы он ее не спел, то бы она у меня была в концерте, но шла бы так, как она и шла раньше. Там принимали ее, хлопали, там песня-то хорошая. Поэтому как сказать? Ну а вы, когда вот сейчас в клубах поете ее, и молодежь стоит, веснуется под ваши сцены, какие чувства испытываете? Вы же уже привыкли к другого возраста, публике, так скажем, правильно? А тут молодежь. Приятно? Ну, я когда песня заканчиваю, я говорю, там со всеми эффектами, там, я говорю, даешь, молодежь, вот. Ну, спасибо там, чтобы этого, так сказать. Ну, такое ровное отношение. Ну, я думаю, сейчас все смешалось немного. Немного, так сказать, адаптировались молодые к старшему поколению певческому. И певческие тоже к молодежи. Как-то молодежь трансформируется, немного ищет в себе то, что ей близко, и что душевно ее пробивает. Будь это исполнитель взрослый или рэповец какой-то, может быть, идет смена вкуса. Мир очень изменился. И все, что происходит за кулисами, мы не можем определить и узнать точно, что это верно, что это правильно, что, может быть, по всей вероятности, что-то происходит такое мистическое, что меняет и молодежь. Хотя это неплохо. Я за то, чтобы молодежь все-таки была ближе, ну, не акюридское слово, цензура. А ближе к тому, чтобы больше культуры было в песнях. Все-таки много у нас, ну, не то, скажем прямо, грязи много в песнях. Многие певцы, певицы и какие-то словечки там блудные бросают. Но это не есть хорошо. Есть же маленькие дети, которые впитывают все, подрастают и становятся такими же, как и они. Вот тут вопрос такой, знаете, риторический и сложно принять решение. Надо просто тогда в таком случае понимать, что ты делай свое дело и делай его честно, чтобы не было осадка на молодые души, которые впитывают все как губка. Вы воспринимаете рэп-культуру? Я ее понимаю, но как ему воспринимать? Я серьезный эстрадный певец, аранжировщик, саксофонист. Я музыку играю такую, которая мне блестит. Ну, песня есть песня, а так я могу поиграть там на фоно какие-то джазовые интерлюди. Я записал диск большой на саксофоне, 20 пьес. Пу-пирь. Субтитры сделал DimaTorzok Это моя тоже маленькая победа, потому что, если я не ошибаюсь, в нашей стране, по-моему, никто из певцов, я подчеркиваю, не записал диск на саксофоне. Хотя играет Мазаев Серега, Кузя играет, Кузьмин, играет, конечно, Бутман. Вот, прекрасно играет. Но дело в том, что почему-то они не записали соул-музыку, которую записал я. Это музыка Джерома Керна, американского композитора 30-х годов. И эта моя интерпретация была сделана для того, чтобы просто окунуться в настоящее глубокое. Если вы послушаете этот диск, то вы увидите, там нет никакого притворства. Там настоящие мелодии прекрасного композитора. Ну, там, естественно, я варьировал, импровизации были и так далее. Поэтому вот вам ответ на то, что я не однобокий, так сказать, человек, который только умеет петь и все. Потому что если бы я не был аранжировщиком, может быть, я и не стал бы певцом. А часто говорят ведь, что голос Серова похож на голос его саксофона, да? Что-то здесь находит общее? Ну, Дима Маликов сказал, говорит, Саша хорошо играет на саксофоне. Он как бы поет на саксофоне. Дима так сказал. Ну, во-первых, Дима прекрасный музыкант. Так в том-то и дело. И он прочувствовал то, что, например, при всем том, что я не придавал на то, что я там стану, и вообще я не суперсаксофонист. Но, так как училище заканчивал по кларнету, я освоил саксофон и на теноре играл потом. И сейчас последнее я записал на сопрано. В основном все записано на сопрано, на саксофоне. И в этой связи как раз очень важно сказать, что это мне все помогло, чтобы стать певцом. Фортепиано, потому что сам мог себе саккомпанировать, сам мог прикидывать. И потихоньку стал аранжировщиком. И все песни, которые Игорь написал, аранжировки все сделал я. А мы ненадолго прервемся. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал. Скажи, не молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова программа «Скажи, не молчи». И сегодня наш гость – народный артист России Александр Серов. Как вы относитесь к сбежавшим из страны артистам? Ну, слово «сбежавшим» давайте по-другому с интерпретиром. Уехавших из России артистов. Видите ли, каждый человек – кузнец своего счастья. И что тут скажешь? Может, боязнь за то, что будет завтра. Может, неуверенность в своих силах. Может быть, по семейным обстоятельствам. Может быть, еще по каким-то, так сказать, моментам уехали. Но мне как-то критиковать их как-то не то, что неловко, а нет объективной информации от них. Мы в Беларуси столкнулись с такой ситуацией, когда в 2020 году была попытка мятежа. И ряд артистов, которые буквально за месяц до этого получали звания и цветы из рук президента. Потом вдруг резко стали выступать с его критикой. Это уже оборотни. Это некрасиво. Если они уже пришли получать, они бы сказали, я не возьму эту медаль, эту награду. Я не согласен с вашей политикой. А если они взяли, так что ж тогда ты включаешь заднюю? Заднюю же не включай, а уже, так сказать, веди себя достойно. Я знаю только одно, что Александра Григорьевича я знаю 25 лет. Очень уважаю его. Уважаю за то, что он настоящий. Не будем, так сказать, лукавить, скажем так, как есть. Он настоящий белорус, который безмерно любит свою республику и делает все, чтобы она стала на ступеньку лучше. Все, что я могу сказать. У вас был период гастролей в Израиле. Какие остались у вас впечатления о стране, о людях? Израиль сложная страна, вы понимаете, она сложная с точки зрения того, что живет еврейский народ, который, соответственно, имеет свою позицию по жизни. Они талантливые люди. И каждый пытается найти свою стежку-дорожку, чтобы, так сказать, пройти этим путем, не ошибиться, не потерять время, успеть состояться для того, чтобы обеспечить себя, свою семью и так далее. Это у них козыря. Ты посмотри вообще, что происходит. Какая-то, может быть, формулировка этой пресловутой Ванги. Она сказала, что в этом столетии, после 20-го года, начнутся всякие, так сказать, катаклизмы. И обратите внимание, значит, СВО, Израиль, Армения и Грузия. Хотя там пока только, так сказать, какие-то веяния. Но это уже настораживает на то, что это происходит, понимаете? Может быть, это совпадение? Или, может, это надо пережить этот момент? Должна быть перелистана траница этих лет, которые вот сейчас свалились на нашу голову с такими негативными явлениями. А может быть, вот то, о чем вы упоминали в начале интервью, что мир меняется, и вот эти изменения, собственно говоря, не могут проходить гладко, плавно и мирно. Да. И что необходимо пройти именно через какие-то потрясения? Абсолютно вы правильно сказали. Да, я с этим полностью согласен. Вот именно пройти надо, значит, пришло время. У нас было время, когда 41-45 год, когда на нас напала фашистская Германия, мы должны были тоже пройти этот этап. Значит, вот так сложились, так, как говорится, карта легла, что вот напали фашисты, и надо было с ними бороться 4 года, чтобы все-таки отстоять свою родину. Потом было затишье, и, как вы понимаете сами, что, наверное, пришло то время, что вот сейчас такой взрыв получился в конфликте с Украиной. Мы этого не ожидали и этого не хотели. Я думаю, это связано с тем, что просто, напросто, если наш президент дал команду на то, что надо ввести туда специальную военную операцию, то связано с тем, что это не против украинского народа, это самая основная должна быть точка зрения. Ни в коем случае не игнорирование простых людей. Я вырос на Украине, я знаю, что такое деревня, я знаю, что такое люди, клебосольные, все, так сказать, отреагируют на какие-то беды, помогут друг другу, это абсолютно точно. Ну, другая концепция, что здесь вмешалась Америка. Я не хочу кунаться в политику, но Америка, если бы не вмешалась, потому что, что говорить, если начали носить свастику? Молодые ребята идут по Крещатику, и у них свастика, и они чуть ли не фашистские лозунги, плюс Степан Бандера там и так далее. Это далеко неэтично, далеко неприлично так молодежи себя вести, потому что их деды-то защищали же. Кого защищали? Советский Союз. Да сейчас, это же комок, да, Маховик так кажется, что они сносят памятники советским воинам, переименовывают улицы, Одессу вспомним, Дом профсоюзов и так далее. Ну, давайте скажем так, что значит люди? Не люди, а власть, которая сегодня рулит народом. Киевский режим, назовем так. Да, давайте скажем просто, киевский режим. Вот они избрали такую позицию. Ну, это сумасбродство, ну что такое? Памятники Пушкину, взливать памятник Пушкина, памятник Жукову. Ну, что это? Может быть, вот я всю программу, пока мы с вами разговариваем, думаю над вашим вопросом, почему вот случилось так, что люди хлопают вам, вы еще петь не начали. Может быть, и ваша позиция тоже, знаете, такая мужская, толковая, вот прямая, она людей как-то вдохновляет. Да, я не считаю себя таким оратором, чтобы я там что-то правильно говорил и уж, так сказать, до такой степени точно высказывать свою точку зрения. Потому что, ну, просто, может быть, возраст, опыт и аналитический склад ума, может, у меня немного присутствует. В этой связи я и хочу сказать, что вырос я в деревне, и поэтому меня взрастила Украина. Может быть, если бы не камыши и не южный бук, когда мы с дедушкой на лодке выезжали ловить рыбу там, под кряканье лягушек. Вот эти все вот ассоциации, может быть, они меня пробили, дали вот эту душевность, дали тоже между душевностью такую позицию мужскую, потому что дедушка воевал мой, и он был настоящий мужчина, вот который, так сказать, вложил меня тоже очень много. И не говоря уже за бабушку, потому что я воспитывался у них до 14 лет. И вот в этой связи, может быть, и получилась такая у меня... Закваска, назовем. Да, Закваска за счет того, что ты вырос на деревенских лугах, на деревенской природе, на этом южном буге, это все играло колоссальную роль, потому что города, наверное, этого не дают. Потому что вот многие москвичи, которые, так сказать, я знаю, они другие немного ребята. Даже мои ровесники, у них все чуть-чуть по-другому, чуть-чуть по-другому. Это доказано даже в музыке, что украинская песня более мелодичная, да, и шоу-бизнес. Ну что вы, конечно. Я же пою одну украинскую песню, «Песня с полоны» называется. Она действительно очень впечатляющая. И вообще, я назову имена, которые оставили колоссальный свет в области культуры на Украине. Это и Дмитрий Гнатюк, и Николай Кондратюк, и Анатолий Соловьяненко. Это все певцы, которые, Белаш, Майборода, это имена, которые, ну, они навечно остались. Это сейчас просто вот сутолока с этой войной. Но эти люди стояли у истоков и народного творчества, и эстрадной песни. Сколько песен, у нас нет времени, чтобы я вам перечислил, сколько я знаю на украинском языке, какие певучие слова. Ну, например, «Впалы росы на покосы, засветылися навколо, там девчах ходило босы, нижну нишку прокололо». Вот. Видите, какая певучесть. А в песне это вообще льется все. Ну, я имею в виду, что, что там говорить, Украина певческая. Конечно. Она, безусловно, ее любили в Советском Союзе все песни, приезжали все. Ну, все было, так сказать, единое, целое. Одним словом, я свою точку зрения высказал, что, наверное, просто это, может быть, она у меня субъективная, что душевности, так сказать, у украинских исполнителей песни, может быть, чуть-чуть больше, или, может быть, как-то в балансе с российскими исполнителями. Ну, это был хороший очень симпиоз, семья. Я вспоминаю все концерты на Сливянском базаре, когда мы все вместе пели, и вот этого упущенного, да, того времени, когда могли и украинцы петь на одной сцене, белорусы, россияне, это очень не хватает. Это же было действительно здорово. Это же было действительно то, чего добился Витебск, и с легкой подачи Александра Григорьевича, что этот славянский базар стал существовать. Сколько там перебывало, так сказать, народов. Разные страны были там и так далее, и всегда были украинцы. Почему вы не поддержали закон о фонограмме? Я не знаю, кто тебе это сказал. Интернет. Это же все же можно, понимаешь, вот взять и перефразировать. Как вот я тебе сказал за газету «Мир», понимаешь? Это, ну, весьма, так сказать, необъективная позиция, чтобы, так сказать, вдруг я заявляю, что мне не нравится. Десятки исполнителей могут сказать то же самое. Во-первых, связано все с аппаратурой. Если аппаратура достаточно хорошая, значит, можно петь вживую без проблем. Если аппаратура плохая, ты не хочешь сорвать концерт, то ищи вариант даблтрека. То есть ты поешь вживую, но тебя страхует голос, который идет с компьютера. Но страхует в каком смысле? Чтобы, так сказать, не облажаться вообще из-за того, что аппаратура не позволяет. Там какой-то хрип, может, или еще что-то. Но это опять мое субъективное мнение. Со мной могут не согласиться или не понять. Молодежь, конечно, да, они рвутся в бой, они поют все, абсолютно все вживую поют. И я их с этим поздравляю. Я частично пою под фонограмму и частично вживую. Поэтому 50 на 50. Почему? Потому что у меня уже возраст. Во-вторых, не всегда есть возможность хорошо подготовиться. Для того, чтобы звук был, саун был отличный. И если этого не получается, тогда ищем компромисс. Вот так вот. И опять же, если высокие ноты, тоже я ищу дубляж, так сказать. Я говорю об этом откровенно. Пусть зрители это слышат. Но вы перфекционист. Мы заметили, даже вот в паузе говорили о том, что уровень журналистики тоже, к сожалению, падает. Сегодня из ваших слов могут компилировать даже целую статью. И вы не знаете, кто автор этих статей. Как вы считаете, вот почему уходит профессионализм отовсюду? Или это уже мы так брюзжим? Потому что, я говорю, что мир изменился. Журналисты стали прагматичные. Они рвутся в бой. Они акселераты, которые, особенно молодежь, еще даже в институт не поступила. А уже она, так сказать, работает или он. Работает в газете. И он уже имеет свою точку зрения. Потому что он видит, что происходит. Он как старшие говорят. Например, ну, чуть-чуть старше, там, на 10 лет. Он все это ловит. И плюс компьютеризация. Вы же понимаете, все же идет из компьютера. Залез в интернет. Что хочешь найдешь. И чистоту, и нечистоту, и все, что угодно. Поэтому получилась какая-то самоуверенность и смелость, даже если хотите, немножко наглость со стороны журналистов, атаковать того или иного исполнителя. Если мы говорим за эстраду. Гритиковать его и доказывать, что он, так сказать, где-то дает какие-то свои промахи. У него там много негативных явлений. И плюс они еще импровизируют. Они выдумывают еще какие-то фишки, чтобы была зацепка прочтению того или иного эпизода. Особенно заглавление. Заглавку делают. Для чего? Для того, чтобы сразу зацепить слушателя или читателя. Мы же смотрим интервью с вами на тех самых федеральных каналах, о которых вы говорите, и знаем причины депрессии, о которой вы уже упомянули. Можно ли сказать, что при всем донжуанском списке вы все-таки однолюб? Вот у меня сложилось такое впечатление после всех интервью. Я думаю, что ты права. Потому что, действительно, я уже 12 лет живу один. Как-то я не могу перестроиться, потому что весьма сложно перестроиться. Мне отталкивается от того, что чистота нрава, может, громко сказано. Может, опять же, моя деревенщина, что там меня воспитывали бабушка, дедушка. И мои, кстати, дяди, тетя моя, тетя физик-математик была, дядя один врач, слава богу, жив-здоров, и второй тоже врач, тоже жив-здоров, Валерий Александрович, Виктор Александрович, они живут в Николаевне, отдали полвека медицине. Одним словом, все это, все это навеяло вот то, что на сегодняшний день я имею. Потому что, может быть, если бы этого не было, то я бы был другим. Если бы я вырос чисто в Николаеве, точно был бы другим. Потому что Николай вообще такой город приблотненный. Он же, там два завода, чисто рабочий город. И там было, даже я когда приехал, там можно было стать и хулиганом, мягко говоря. Потому что я тем более жил на Слободке, там такой, там цыгане жили, там жили разные люди такие сомнительные. Но вам близка эта эстетика. Вот я помню и оружие в доме. Да, может, я не говорю, что у меня есть, конечно, такая ситуация. Тем более сейчас я после ковида, вот уже три года прошло, я все-таки потерял ориентацию. У меня пришиблены и много мозги, так сказать, и память. И я об этом смело говорю, не боюсь. Поэтому я тяжело сейчас вот разговариваю с вами, я подбираю слова, потому что сильный удар был у меня. Ну, все прошло, пока, так сказать, вот так вот выглядит. А так, безусловно, что Николаев бы дал бы другую ориентацию мне, на кем бы я стал, к музыке бы я приблизился, или стал там каким-то... Шпаной. Ну, если не шпаной, то, по крайней мере, это каким-то таким блатным, скажем так. Блатным панчуком, да. Поэтому тут такое... Многие через это проходили. Это если мы копнем всех артистов, то у кого какая была молодость, мы прекрасно знаем. Не будем заострять внимание. Пока сделаем небольшую паузу, а вы подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». Все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». Это программа «Скажи, не молчи». И наш гость сегодня народный артист России Александр Серов. Давайте еще о молодежи поговорим, о вашей прекрасной дочери. Она ведь тоже поющая, у вас красотка. Ну, как сейчас ее карьера? Поддерживаете ли вы ее в этих начинаниях? Как я удивлен, что с кем бы я ни говорил, ей льют дифирангу. За что? Не понимаю. Все время дочь, прям красавица. Красавица. Вы можете сказать сейчас всю правду о ней, нашим зрителям? Не, ну как? Я могу сказать, что, конечно, я ее очень люблю. Тут нельзя даже... Я же не говорю, что мои внуки, двое, так сказать, мальчик и девочка, они потрясающие. Это так греет душу и просто все обрывается внутри, когда ты их видишь, потому что, тем более, я еще сам, я же эмоциональный человек. Если бы не был музыкантом, было бы все тоже по-другому, спокойно было бы. А у меня же все же вот мгновенно, так сказать, реакция на то, что как вот... И что к Мишель, что к моим внукам, так сказать, это, естественно, реагируется достаточно эмоционально. Мишель, ну что, я как ей помогаю? Да, я ее беру иногда в концерте. Она хорошо проходит. Она поет песни, там у нее одна военная песня, патриотическая. «Возвращайтесь, мальчики» называется. «Возвращайтесь, мальчики» А также поет еще пару своих песен и достаточно профессионально. Принимает хорошо. Не могу сказать, что она обузает, так сказать, и я ее тащу за уши. Нет. Она приняла, что вы предложили пока пожить раздельно? Ну, как вам сказать, что значит раздельно? У ее мужа есть такое же жилье, как у меня почти. Такая же большая дача. Они там живут, у них там удобно все. У них там суперпоселок, там со всем сервисом и так далее. Это связано было с тем, что я же говорю, я сильно восстанавливался долго после ковида. И я попросил ее, Мишель, надо, чтобы вы пока пожили там. А там дальше посмотрят. У ее дом стоит. Если вы посмотрите, у нее стоит ее дом там, с бассейном, с зимним садом. Никто там не живет уже, вот сколько, два года. Никто не живет. Это все ее. У меня есть где жить. Там у меня еще три дома на территории. Это не вопрос. Но я говорю, поживите там, потому что тяжело мне. Потому что, во-первых, я переживаю. Дети бегают, они еще маленькие. И все это, вы понимаете, там где-то она упала или что. Все, я мгновенно реагирую. И вдруг я поймал себя на мысли, что вопрос серьезный. Что у меня давление поднимается, что еще что-то. И я говорю, давай поговорим нормально, чтобы так сказать. Чтобы вы не подумали, что тут какое-то сгнание и так далее. И мы помогли там все сделать, все организовать. Ну, а Мишель там взяла, там хлопнула на камеру. И в интернет попала. И тоже в газету, что выносят холодильник там. Он лишний стоял там у нас. Мы им отдали холодильник там. Двойной. Потому что, ну, дети же. Вот. Уже зацепили и в прессе пошло. Потому что Серов... Изгнал дочь. Отправил свою дочь куда-то со своими... К холодильникам. Ну, что за... Ну, тут такая позиция журналиста. Тут же поймать на чем-то негативном. Сегодня вы активно работаете. И наш звонок, когда мы связывались с вами, застал вас в Стамбуле. Если можно, расскажите, с какими концертами вы там выступали. Не концертами. Один концерт. Концерт был посвящен дочери моего друга, которая выходила замуж. Это потрясающие люди, которые очень много сделали для своих друзей, для близких своих. Их очень благотворительности много, так сказать. У Тофика, моего друга с Игорем Крутым. Человек замечательный, большой души, любит людей, любит детей. У него прекрасные сыновья. Я приглашен был, чтобы спеть те мои песни любви, которые соответствуют этому пати, этому форуму. Они вышли на подиум и станцевали под нашу пресловутую песню с Игорем «Я люблю тебя до слез». Я люблю тебя до слез, Каждый вдох, как первый раз, Без толщи красивых фраз, Это облако из рожь. Эти песни будут жить вечно, мне кажется. Ой, не говори, это точно, это просто, это просто. Мало того, что это как быть идет, да? А потом еще начинаются сразу песни эти про розы, эту пресловутую песню. Ну, просто вой идет. Я уже не говорю за Мадонну. Этой Мадонне уже 35 лет, если не 36. Как это понять? Так вот я и спрашиваю. Я не могу это объяснить. И Крутой не может это объяснить. А если вы слышите, когда кто-то другой исполняет ваши песни? О-о-о! Если мы копнемся, так уже в эту песню про розы, про которую я люблю тебя до слез, спел уже человек 10 уже. Из них человек 5 известных и человек 5 неизвестных. То есть перепели уже как угодно. И так, и сяк. И играют на гитаре там под это вот, под наши фонограммы, где-то пацаны там воруют. Гитаристы. Кто-то на саксофоне парень играет песню «Я люблю тебя до слез» играет на саксофоне тоже вот. Ну что тут скажешь? Это, ну, нонсенс какой-то. Ну хотя у кого-то у нас, мы тоже можем привести пример, у кого-то тоже песня живет 35 лет. У кого? Не помните? Сейчас вспомним. У кого 35 лет живет песня? Вот надо вспомнить. Ну, я могу только патриотическую вспомнить. День Победы. Это на все времена. Это на все времена у Лёвы, да. На все времена. Это пожизненная песня. А из лирики? Я не хочу лукавить, но просто хочется действительно узнать. Вот есть такой вариант, что вот... Не, ну не просто песня в репертуаре, а что как она принимается, как воет народ, как он, блин, в восторге после 35 лет. Одиночество публичного человека – это такая издержка профессии? Да, одиночество. Его величество – одиночество. В который раз мне все не ново, я выхожу на сцену снова, и микрофон, мой друг, прекрасный, со мной жизнь мою познавший. Вот и первый аккорд, и голос сильно звучит, как будто птицы полет, и зал покорно молчит. Но отчего же тогда смущают мысли меня? Я среди сотен людей, как одинокий орфей. Я в эйфории блеска глаз лечу высоко, а оставляя микрофон, я одинокий. Спасибо. Любуемся вами сегодня. Да, это про одиночество. Это я не настал вам отвечать, ну, стихами ответил. Это я написал стихи, и эта песня у меня есть в репертуаре, но мне запретили ее петь. Кто посмел? Мои коллеги, мои друзья, и друзья, которые не музыканты, они говорят, эту песню не поймут. Почему? Потому что минорные, ну, как бы... Нет, потому что она вот такая вот по своей теме, по такие стихи написаны, которые им не нравятся. Тут глубина есть того, что эти стихи высокие, что мы все где-то, и не мы, а это, если честно говорить, все. Все актеры, посмотрите на актеров, кто к концу своей жизни, кто-то из них счастлив? Вы проверьте сейчас, пройдитесь по десяткам актеров в Ютубе, все закончили ужасно. Вот сейчас только Слава Любшин, 90 лет, в Антон только один остался, «Щит и меч», помните фильм? Конечно. Вот остался Слава Любшин, это человек необыкновенной силы, воли, грамотности, играет в театре до сих пор. Вот. А остальные все проблемы с женами, женитьба, развод, опять другая жена, третья, пятая, десятая, проверьте все, это сущая правда. А у меня, видите, получилось так, что я написал эти стихи для всех, кто остается один. Но дело в том, что я себя зацепил, что я уже 12 лет там, где-то я один. Может быть, в этом тоже есть какая-то мистика или какая-то закономерность, потому что я оказался действительно однолюбым. Вы разрешите и этот вопрос. У вас такая сильная, мощная энергетика, вы как-то разберетесь с этим моментом, мы уверены. А пока спросим, приедете ли ли в этом июле на Славянский базар, где вас традиционно ждут? Да, с удовольствием, если меня пригласят, я с удовольствием приеду на Славянский базар, потому что там потрясающая атмосфера, город Витебс, но он цветет весь, там столько позитива, все это, столько людей. На улице, я не говорю, что в зале там. Мы гуляли, вот когда позапрошлом году ездили, гуляли по улице, там, ну, везде все играют, поют, там, все там, ну, просто эйфория такого праздника, поэтому, ну, что говорить, буду счастлив, если пригласят. Спасибо вам огромное за это интервью. Как-то в чем ваша сила, Александр, что вы не врете, вы все время говорите правду. Вот на всех каналах эта линия, она как-то продолжается у вас, и, в общем, мы все, о чем спрашиваем, все подтвердилось. Ну, честно говоря, выбирайтесь, пожалуйста, из вашей депрессии или одиночества, как это ни назови, потому что мы вас любим. Татьяна Щербина, Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся, до свидания. До свидания. А сейчас говорит Александр Серов. Дорогие белорусские друзья, я имел честь сегодня побеседовать с вашими журналистами и буду счастлив, если меня пригласят на Славянский базар, потому что я очень люблю это мероприятие и хочу встретиться с вами с удовольствием, потому что без лукавства говорю, что я люблю зрителя белорусского, потому что, ну, сколько раз уже приезжал в разные города, и Витебск, и Гомель, и Могилев, и Минск, и, безусловно, так сказать, везде радушие более чем очевидно. Дай Бог вам счастья, здоровья и удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»